Алло, Мэрион! Привет, Мэрион! Индиана Джонс! Добрый день, всем! Меня зовут Зоя Святогор-Валеже, и я филолог. У меня основной язык испанский, но, конечно, если не говорить о русском, о родном языке. Ну и кроме того, конечно, в то время, когда я занималась переводами, то основные переводы, разумеется, мне заказывали с английского языка, со шпанского языка, если только по своему желанию. Именно переводы английских книг, романов, это могли быть даже не, как выяснилось, как Индиана Джонс, не романы, написанные именно в эпистолярном стиле, а новелизация уже поставленных произведений, то есть по следам кинематографа. Ну так, хорошо. Так что первый роман, или как его называют, новелизация, Индиана Джонс, но я перевела с английского, так же, как и большинство книг, как я сказала. И это моя страсть. Ниндиана Джонс. Моя страсть – это переводы. Это переводы, это иностранные языки, потому что каждый язык – это культура. Это глубочайшая культура той страны, того народа, который живет в этой стране. Это гораздо больше, чем слова, фразы и какие-то словосочетания. Это гораздо глубже. Но мы не будем сейчас вдаваться в эти вопросы. Да, удивительно вот так вот вспоминать те времена, замечательные, начало 90-х годов в нашей стране, когда я начала получать эти заказы. Итак, Индиана Джонс, оно, в общем-то, послужной список, да, еще отвечает на пишущей машинке, потому что первые переводы делались на пишущей машинке. Вот так вот, это он здесь есть, и на русском языке написано название этих произведений, и, соответственно, на языке оригинала, чтобы было понятно, что где-то, когда. В общем-то, все это на нескольких листах, четырех листах. Да, вот так. Это не все, конечно, это не полный список, после этого я переводила еще, и буквально не так давно, в последние годы, это было уже для издательства весь, ну, научно-популярные книги по психологии и здоровью. Но, конечно, намного интереснее переводить произведения, как можно сказать, высокой литературой, литературой с большой буквы, да, вот так. Хотя я не могу всегда сказать, что это всегда было в моем вкусе, я не любитель приключенческих романов, и вот, тем не менее, абсолютно почти не читала фантастику, но полночь переводила и сидела за этим романом далеко за полночью. Да, замечательно. Ужасы, ужасы. Но очень, кстати сказать, очень был символичный, не так, роман-предсказания. Одни люди превращались в животных и буквально раздирали друг друга, а другие врастали в ткань, в сиденья под своим седалищем, и вот так вот уже не могли оторваться от компьютера. Но это 93-й год, когда вышел этот роман, не только в моем переводе, слава Богу, что я нашла его на прилавке и увидела свой родной перевод. Самый лучший, конечно, Шибуми. Это, вот это, давайте не будем смотреть на обложку, когда раскрываешь, тоже не намного лучше. Нужно просто открыть текст и читать, и тогда вы поймете. Вот это действительно великолепно. Я очень рада, и что мне удалось перевести Индиану Джонсу, поскольку это очень популярная, известная книга, и что мне удалось соприкоснуться с таким автором, как Треваньян. Потому что Треваньян – это величайшая фигура в мировой литературе. Я искала повсюду. В Англии я не успела поискать, я искала в Испании, в Барселоне. Я очень мало что нашла, и только на каталонском языке очень мало сведений о Треваньяне. Чуть-чуть что-то выписала об этом писателе. Ну, у нас я нашла его роман еще один, на английском, разумеется, на языке оригинала. Катина лето. Нашла его когда-то в библиотеке Академии наук. Никто не захотел переводить. Как жаль. Вот так, друзья мои. Ну, а вот здесь просто лежит стопочка книг. Издательство «Скифи», наше петербургское издательство. Я посмотрела несколько лет назад. Я находилась во Франции. Зимой издательство объявило конкурс. И с юности у меня лежали стихи. То, что называется «В стол». Никогда не думала печатать. Стихи и рассказы. Они писались, просто писались. Так же, как первый перевод Индианы Джонса сделался за две недели. Просто сделался. Но так, из души вырвался. Правда, конечно, следуя тексту. А здесь свое. То, что выходило. И все, как люди пишут на салфетках, на манжетах. Первые, кстати, стихи именно были написаны. Именно на салфетках. Ничего другого по-другому и не было. Но так и рассказики тоже. Совершенно не знаю, откуда они приходили. Откуда они приходили. По крайней мере, я прошла по Зугарсу. И вот из «Зайства стихи» включила мои стихотворения и рассказы в свои сборники. Ну и, собственно говоря, мои книги. Брак по-русски и любовь по-французски. Довольно занимательные. Много можно узнать. И в не слишком сложной и заумной форме можно узнать о жизни во Франции. Ну так и назову себя «Жизнь». Это «Жизнь». Больше ничего не скажи. Все. Зоя Алексеевна, а какими языками вы владеете? Из каких из них можете переводить? Мой главный язык, как я сказала, испанский. Ну, разумеется, английский тоже. Собственно говоря, английский с пяти лет. Куда в нашем мире без английского, да? Так, французский. Но французский – это уже так судьба распорядилась. Кроме того, что это язык романской группы. Я его немного изучала здесь, в Алиан-Мазес, но я уже много лет живу во Франции. Ну, как много, с 2011 года. При этом я живу и здесь, я живу и там. Так что французский, теперь я уже им владею на таком уровне, что могу переводить. И есть очень интересный автор. Китаист или китаевед, как лучше сказать. Автор, ну, примерно моего возраста. Так, и археолог, как я уже сказала Игорю, это ученый. Это археолог, как персонаж Индиана Джонс, да? И при этом его произведения захватывающие. Они исторически, археологически, романтически, глобальны. Они, ну, просто невозможно оторваться. Это серьезно так. Я предлагала перевести во Францию, но понятно, что мне сказали, что переводят с русского на французский, а не наоборот. Я предлагала перевести здесь, но издательство, которое занималось только японскими авторами и китайскими, не заинтересовалось. Увы. Так что он переведен на многие языки, но не на русский пока. Вот так. Ну, да. Больше польский, да, с польского я когда-то переводила, но книга так и не была напечатана. Это очень давно. Польский, итальянский, да, я все перечислила. Испанский, английский, французский. На хорошем уровне это три языка. Польский, ну, немножко сейчас в загоне, я почти не пользуюсь. Итальянский тоже, но это так. А сколько времени у вас занял перевод романа в поисках пропавшего ковчега и какие сроки вам дало издательство? Ну, я могу сказать точно, что это было до 93-го года. В 92-м я ушла из академии, где преподавала русский как иностранный. Иностранцам все флаги в гости будут к нам на военно-морская академии у нас в Петербурге на Черной Речке. Ну, хорошо. Я ушла в свободное плавание как преподаватель языков, которые я знаю, и как переводчик. Ну, и на меня вышел молодой человек. Позвонил, поинтересовался, могу ли я взять перевод. А были ли у вас сложности в работе над переводом в поисках пропавшего ковчега? Ну, вряд ли я бы и вспомнила теперь, если бы они были, но все сложности были только в сроках. Только в сроках, потому что я нормальный человек. У меня семья, дети тогда еще были маленькими, родители, друзья у меня, в конце концов, и Новый год. Но приходилось переводить. Все, почти время. Свободное и несвободное. У вас есть любимый фрагмент в вашем переводе? Не могли бы вы его зачитать? Фрагмент относится к тому, что ничего невозможного в этой жизни. Человек может достичь всего, чего он хочет. Это не пустые слова. Это проверяется опытом многих людей. И каждый раз, когда я встречаю это где-либо, это радует подтверждение и мысли в унисон. И вот, когда Игорь Соловьев обратился ко мне как к переводчику, я поняла, что мне придется перечитать роман, который я перевела, бог знает, сколько лет назад. И не очень большая охота я за это взялась, потому что у меня очень серьезный бизнес. И я давно отошла, почти отошла, скажем, от переводов, тем более от высокой литературы. Но хорошо. Я начала перечитывать. Сначала я очень порадовалась, что перевела. И так хорошо перевела. И потом, чем дальше я читаю, так мне уже не оторваться. И вот я дошла до замечательных уже предпоследних страниц, когда герои попали Индиана Джонс и Марион попали в потрясающий переплет. Вокруг немцев, булеметы. Ну, в общем, до этого змеи, если кто-то знает сюжет, но я не буду пересказывать. Практически не спастись. Марион, как всякая нормальная женщина, девушка или 99% населения земного шара, начинает сторнать, ну, по поводу того, что все пропало, невозможно, спастись невозможно. И что на это говорит Индиана Джонс? То есть он думает, даже не говорит, он думает. Пулемет, вооруженные солдаты, думала Индия. Может быть, все-таки можно что-нибудь сделать. Если только не принимать безнадежность как данное. Вот если не принимать безнадежность как данное, то можно. Ну, как известно, я знаю, что конец будет хорошим. Я очень люблю книги с хорошим концом. Ну да, если только не принимать безнадежность как данное. Может быть, можно? Да, можно. Сто процентов. Как лично я отношусь? Начнём с того, что я почти не смотрю фильмы. Так, поэтому для меня было не очень важно, что это роман-новелизация или это экранизация романа, наоборот, да, или что это. Боже мой, мне дали переводить, и я перевела. Когда я стала сейчас перечитывать, я сказала, что не зря, не зря я это сказала, что мне понравился мой перевод. Я ничего не придумывала. Я переводила автора. Я переводила то, что написано. И написано это хорошо. Если мой перевод хорош, то написано было хорошо. Я от себя никаких не делала дополнений. Вот так. Получается, вы делали перевод романа не видя фильма? Да, я посмотрела когда-то, мне кажется, потом, потому что мне всегда очень некогда. Я делаю по плану, и когда есть приоритеты, то расставляю эти приоритеты. Я думаю, что фильм не был приоритетом, а приоритетом для меня вообще всегда является книга. Да, вот я вижу написанный текст, мне интересно. Мне намного интереснее, чем я посмотрю какое-то видео или фильм или что-то. Я вообще предпочитаю книгу держать в руках. Поэтому, да, я знаю, что я посмотрела какие-то фильмы, скорее всего, потом про Индиана Джонса, потому что тогда точно было некогда. Ну, и я очень рада, что есть фильм. Ну, я думаю, что теперь я буду просто вынуждена пересмотреть фильм, чтобы сравнить. Не знаю, когда я смогу это сделать. Видимо, зимой. Сейчас мне нужно уехать во Францию, и я думаю, что я там проводу месяца два. И я очень хочу вернуться. Вот я хочу вернуться, да? Ну, и я хочу это сделать не позднее середины декабря. И в любом случае, во Франции я не смогу посмотреть этот фильм, потому что там невозможно смотреть ничего, кроме российских фильмов на своем компьютере. Все надо покупать, да, все надо с вами. Поэтому я пересмотрю его здесь. Да, это будет интересно сравнить. Как в то время была устроена издательская кухня? Прибывало ли книжное дело в кризисе или, наоборот, расцветало? Я думаю, что у нас тогда все расцвело. Не только пресловутая преступность, но расцвело абсолютно все. Потому что это была свобода. Это была свобода. Вот и я тогда расцвела сразу. И можно было, наконец, приступить и осуществить все, о чем люди мечтали. Ну, кто о чем мечтал, конечно. Кто чего хотел. Я думаю, что издательская кухня была. Все расцвело, абсолютно все. Потому что только когда свобода, ну и мирная жизнь, конечно. Вот тогда можно осуществлять. Так получилось, что ваш перевод этой книги не единственный. Знали ли вы об этом и хотелось бы вам сравнить свой труд с трудом других переводчиков? Ну, честно говоря, я не знала. Но подозревать всегда можно было бы. Потому что вот даже полночь я ее увидела и в другом переводе. Так что, нет, не знала сравнить с другими. Да, я очень люблю сравнивать. Я вообще люблю сравнивать перевод, например, с оригинальным текстом, когда я читаю. Ну, предположим, перевод на испанский, с русского или наоборот. Ну и так далее, да. Я просто помечаю, иногда приходят мысли, как бы я это перевела. Конечно, это интересно. Помогла ли работа над этой книгой удовлетворить вам какие-нибудь свои личные амбиции? Ну, я бы даже не назвала это амбициями. Я говорю, что это страсть к языкам. И я всегда хотела переводить. Я мечтала именно об этом. Когда нам в университете говорили, что вы пойдете в школу. Простите, какая школа врачом. Никогда не любила преподавать. Я виделась, а только переводчиком. Исключительно переводчиком. Я им и стала. Когда моя книга, мой перевод был истан, ну да, я стала переводчиком по-настоящему. Значит, наверное, да. Вам не довелось пообщаться с автором этой книги? Нет, мне не доводилось общаться вообще ни с какими авторами. Хотя я об этом думала когда-то, когда я переводила. И мне было очень жаль, что у нас все это подпольно. И реально ни с кем нельзя пообщаться. А вот с кем я мечтала пообщаться вот с этим китайведом, французом. Причем это реально, он в Париже. И я думала, что если бы мне заказали перевод, то я могла бы с ним пообщаться. Ну, Black and Apple уже в любом случае нету. А вот этот человек, я очень надеюсь, что он живет, я не знаю. Но еще лет 5-6 назад он был живет. Хотя время... Доводилось ли вам переводить другие новолизации фильмов? Какой работой вы гордитесь больше всего? Больше всего я горжусь Шибуми, но и с вашей легкой руки, с легкой руки Игоря Славьева я начала гордиться Эндианой Джонсом. Ну, конечно. А по поводу номера, я посмотрела свой список. Я помнила, что там что-то про крокодила, про же милостивый. Да, там называется «Аллигатор». Но, насколько я помню, что да, это было что-то, что-то связанное тоже с фильмом, с ужасами. Ну, как челюсти или как-то, там, легатки. Что-то в этом роде. Я даже не знаю, была напечатана эта книжечка, тоненькая что-то была или нет. И еще тут я увидела «Сыграем мне сумерки», я тоже не помню. Это тоже что-то детективно ужасное. Вот, нечто такое. Тоже, я думаю, что это был фильм. Но я никогда не вдавала, честно говоря. Я говорю, что я не киномат. И, в общем, дальше, тем... Ну, я смотрю просто для отдыха что-то. Зоя Алексеевна, а чем вы сейчас занимаетесь? А, чем я именно сейчас занимаюсь? Ну, знаете, пока можно было заниматься переводами, я занималась переводами. Так как, да, это вот, я же сказала, что, да, в начале девяностых реально все шло на подъем. Потом как-то не то что совсем уж на спад, но все заняло свои места, видимо, необходимые. Каждый занял свое место. А я в то время заняла тоже свое место в туризме. И работала 20 лет гидом по Европе, да, по всем европейским странам, вплоть до Португалии и обратно. Ужимительная работа я. Все свои работы очень люблю. Все, чем бы я ни занималась. Но и как раз в конце моей гидовской карьеры, понятно, что до 100 лет никто работать не может. Но я думаю, как научный сотрудник библиотеки, наверное, да. Но вот даже археологи вряд ли, если только, опять же, как научный уже сотрудник, сидя в своем научном, очень научном кабинете. Но я человек деятельный, и когда мне рассказали о том, что золото существует не только как запас государства, но и как запас отдельного человека, золотые слитки, не какие-то там колечки, да, я остался от мамы, но именно как золотые слитки высшей пробы, конечно, мне стало очень интересно. И вот с 2016 года я начала этим интересоваться и начала работать в интернет-магазине золотых слитков высшей пробы. Интернет-магазин за эти годы вместе со мной вырос. Но главное, что вырос интернет-магазин сначала в платформу, как Озон, как Амазон, как Букинг Комб, как Нетфликс, и так далее. Он вырос и стал гигантским холдингом. Ну, холдинг – это, понятно, что да, это многие компании, находящиеся под одним куклом. Одним золотом, большим под одним куклом, да, дождь. Ну так, может быть, кончится. Так вот, резиденция главная была сначала в Лондоне, теперь уже в Канаде. С 2017 года ценные бумаги. «А я филолог, я не экономист, но я филолог, но мне интересно, потому что это новая тема, потому что золото – это благородно, это ты не предлагаешь крем и вата или что-то, ты создаёшь золотой мир». То есть я стала говорить, да, я была гидом по Европе, я стала гидом в мире золота. Это супер. Ну, а уж если говорить о деньгах, то понятно, что такое рубль, это уж и с долларом беда. Вот, грядёт, и так далее. Поэтому, конечно, то, что я, как относилась к криптовалюте, еще лет 10 назад смотрела вот так на биткоины, а вот зря я так смотрела. Смотрите, вот так на биткоины, да? Ну так, и вот теперь наш холдинг – это не только золотые слитки, но он вырос от примерно 650 тысяч человек до 3 миллионов, до всего мира и так далее. Миллиардный, более чем миллиардный капитал. Ну, и бизнес-партнёр независимый. Что хорошо? Во-первых, благородно. Во-вторых, очень хорошая… Ну, это не зарплата, да, очень хороший заработок, вот так скажем. Ну, очень хороший заработок. Ну, вот, как раз награждение за книги, да? Так. И если бы, например, я сказала, вот великолепная книга, сказала своему друзьям. Вот её продаёт в этом магазине. Если этот магазин бы мне за это давал бонусы в виде денег, почему нет? Но магазину это не нужно, наверное. А издательство тоже не нужно. Но вообще делать рекламу – это может быть не только необходимо, но и прибыльно. Причём это совершенно тогда не очень затратно для компании, но очень прибыльно для бизнес-партнеров. Хорошо? Хорошо. Я гид, я умею объяснять, мне нравится. Вот. Я могу работать в разных странах мира. Я взлетала на Кубу в ноябре прошлого года. Рассказывала, объясняла, делала конференции. Это была моя мечта с детства. Об Испании ещё никто не думал, а Куба – вот она. Ну, здесь рядом был социалистический мир. Я побывала на Кубе, ну, этим летом в Тагестане, ну и так далее. Испания, сама Франция, где я живу. Конечно, это интереснейшая работа, и это весь мир. Ты говоришь на разных языках, ты общаешься, опять же, это всё. У тебя друзья со всего мира. Это замечательно. И ты не связан. И ты не должен выпрашивать выходной. То есть у меня может быть простой выходной, если я делаю, когда хочу. Правда, бывает, вот как мы хотели встретиться в пятницу. Но не получилось, потому что было очень много работы. Но я сама могу выбирать, делать мне эту работу или отказаться. Но если твой бизнес закрыт, не работает, как... Ну и закрыт. Если ты сам мог, значит... Поэтому это интересно. А ещё никто не научился жить без денег. Нет, есть, конечно, дербиши, отшельники. Да, они всегда были, есть и были. Но это не я. Как бы вы отнеслись к предложению какой-нибудь кинокомпании написать на основе их сценария литературную адаптацию фильма? С интересом. Наверное, попробовала бы. Но всё новое, и если ты, собственно говоря, специалист вообще в пилологии более-менее, хотя бы, да, в литературе, в языках, то можно попробовать лучше. Если вам предложат сделать перевод книги, то согласитесь ли вы принять такой заказ при условии, что предложение заказчика будет для вас приемлемым? Что вы можете пожелать на прощание своим читателям и всем поклонникам Индианы Джонса в нашей стране? Пожелать, ну, иметь больше возможностей читать такие книги, перечитывать, потому что каждый раз, когда ты перечитываешь, ты находишь какие-то новые интересные акценты уже со своего нового уровня, на котором ты сейчас находишься. Вот это так. Ну и, конечно, мира. Мира и спокойствия, чтобы можно было спокойно читать, спокойно смотреть фильмы. И вот на эти приключения чудесно. Но чтобы наши приключения были, например, круизы по разным морям, странам, кто любит море, как я. Или просто путешествия, кто любит сушу, кто любит горы или ещё куда-то. Но чтобы у человека была свобода, поехать, куда он хочет, радость, общаться, когда и с кем он хочет. И никаких обращающих проблем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова